Итак, вот Коломны и Москвы, как считают историки, находящиеся подо льдом заледенелой реке Клязьма, используя ее как такой удобный в зимнее время путь, устремляются Ордынские тумены к городу Владимир. Владимир – это стольный город, он очень хорошо укреплен. У него, кроме детинца, то, что находится в центре крепости, еще две линии укреплений вокруг. У него и каменные золотые ворота. В общем, это пункт, который брать будет очень-очень тяжело. Правда, в самом городе Владимир не было его князя. Юрий Всеволодович в это время отправился на север-северо-запад для того, чтобы собирать войска возможных союзников и дать бой Орде. Ну, осада Владимира, она хрестоматийно известна. Нужно сказать вам, что здесь Ордынцам очень серьезно помог, конечно, их ученичество в Китае. Да, именно там они позаимствовали инженерную технику взятия крепостей. Они с помощью верблюдов везли металлические детали осадных машин, ну, а деревянные детали собирали на месте. В этом отношении русские земли были идеальны. Был лес везде, он был удобен очень. Вот, и они выстраивали эти осадные машины, которые, так сказать, бомбардировали город, которые пробивали стены, вот, ну, а потом уже завязывали бой на улицах города, не щадя никого, даже тех людей, которые укрывались в храмах и женщин, и детей, и взрослых. И стариков. Вот так вот трагически развивалось это нападение на Владимир. Он был взят, и после его падения к Новгороду устремляют свое движение орды Бату-Укхана. Вот, как мы помним, на реке Сить, вот здесь их ожидало войско Юрий Всеволодович. Ожидало, но, тем не менее, как это часто бывает на войне, это ожидание привело к тому, что появление противника в оперативной близости, ну, в общем-то, прозевали, очевидно, русские войска. Слишком неожиданно было донесение разведки, что ордынцы уж совсем близко. И вот на неразвернутые, что называется, боевые порядки русские дружины обрушились войска Бату-Укхана. Вот, ожесточенное совершенно сражение, тяжелое, с большими потерями с обеих сторон, с гибелью нашего предводителя. Вот, но сражение, которое показало, что выставить в поле против ордынцев тогда это, особенно нехорошо приуготовившись, не выбрав нормальную позицию, что называется, не очень хорошо. И поэтому поражение потерпели русские объединенные войска вот здесь, 4 марта 1238 года. После этого две недели продержался небольшой городок Торжок. Торжок – это приграничие, так сказать, земель Великого Новгорода. И совершенно очевидно было, что ордынцы устремляют бег своих туменов в сторону самого богатого, наверное, на тот момент из городов северо-запада Руси, если не всех русских городов, это, конечно, Новгород. Но вот здесь что-то происходит. А это движение ордынцев становится возвратным, и они уходят, не достигнув Новгорода, всего лишь 100 верст. Что здесь произошло? Ну, причины назывались разные. Вначале самые популярные из них называли начавшуюся внезапно распутицу. Но, согласитесь, март и даже апрель месяц в этих землях распутятся и не характеризуются. Чаще историки называют обратное. Они говорят, что сурово новгородская земля и в марте, и в апреле, и, скорее всего, развернулись ордынцы, во-первых, потому что началась бескормиться, так и даже их выносливые степные иконы, которые из-под снега вырывали, так сказать, себе питание, здесь не смогли этого сделать. Ну и второе – это довольно серьезные потери. Если мы с вами еще раз пройдемся по ним, Рязань, битва при Коломне, битва на Воронеже, осада Москвы, осада Владимира, битва на реке Сить, то каждое из этих сражений уносило жизни ордынцев. И еще одно скажу. Вот здесь как раз пополнить свою армию за счет покоренного или захваченных территорий покоренного народа было невозможно, потому что даже движение Евпатии Клаврата показывает, тылы были неспокойны, народ не был покорен. Растерзанная, издыхающая Россия, как Пушкин о ней писал, в общем-то задерживала монгольские тумены. И они развернулись. Их отношения с Новгородом станут данническими отношениями. Это, кажется, устроило. А вот дальше они уже возвратно идут на отдых в Донские и Половецкие степи. Но это движение на отдых не было простым. Хрестоматийно известный пример, конечно, Козельск. Маленький городок на реке Жиздра. Вот он и сейчас-то маленький совсем. Мы ездим туда обязательно. И там рядом находится и Оптино пустыня, и Шамардинский монастырь женский. Маленький городок. Но вот он сдержал натиск на протяжении семи недель. Что бы ни было причины дополнительной долгого пребывания ордынцев, говорят, они ждали, собирали свои тумены, как место сбора у Козельска. И поэтому обложили город, взяли его в осаду, но не спешили его штурмовать. Но в любом случае главной причиной, конечно, мужество, героизм защитников. Что там говорить? Их князю было 12 лет. Они понимали, что все ложится на их плечи. Но их отражение штурмов ордынских, которые они произвели, их вылазки, уничтожение ордынских осадных машин, убийство высокопоставленных известных воинов-вельмож, показывают, что эти семь недель не зря были проведены, так сказать, жителями Козельска. И их вот эта героическая гибель, недаром такое яркое отражение получило, так сказать, в литературных источниках того времени, недаром они зафиксировали, как назвали ордынцы этот город. Город злой или злой город Козельск. Вот после этого ордынцы уходят, так сказать, с территории русских земель. Вот, закончилась первая часть их похода. Вот, они уходят в половецкие донские степи, откармливая своих лошадей, ожидая подкреплений, отдыхая сами. Для них поход еще не кончен. Он в известной степени только начался. Начался он, значит, разграблением, разорением, покорением северо-восточной Руси. Но впереди еще был Киев, впереди еще было огромное, так сказать, Галецко-Волынское княжество мощное. Впереди, конечно, была Европа. Вот, и вот после этой долгой паузы их поход продолжился. Субтитры создавал DimaTorzok